Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Счастливый Садовод. Друзья, бывает большая стирка, бывает большая обрезка. Сегодня мы с вами поговорим об обрезке огромных роз, об обрезке плетистых роз. Именно плетистых, не плетущихся, а плетистых роз. И не просто об обрезке плетистых роз мы сегодня с вами поговорим. Мы с вами поговорим об обрезке трех видов плетистых роз. Рамблеров, клаймберов и клаймингов. Несмотря на то, что все-таки обрезка в чем-то похожа, но есть существенные отличия между обрезкой вот этих видов роз, о которых я вам только что рассказала. Первая роза, о которой мы поговорим, и я покажу, как ее обрезать, это роза из группы рамблеров. У меня в саду растет только один рамблер, это роза Раубриттер. Вот она за мной находится, мы сейчас будем ее обрезать. Друзья, это потрясающей красоты роза, невероятной красоты роза, очень обильно цветущая роза. С цветами такие пиончики, и цветет со светиями, и прям листа не видно, когда эта роза цветет. Она в первую очередь не подойдет для тех садов, где нет постоянных профилактических обработок, потому что роза может приболеть немножко. Высоту она достигает где-то метров трех, и у нее очень гибкие побеги. Впрочем, это вот такое существенное отличие всех рамблеров. У них очень гибкие побеги, и их обязательно требуется подвязывать для того, чтобы куст был какой-то такой вот гармоничный. Мы сегодня с вами поговорим, как обрезать рамблер для того, чтобы цветение было очень обильным. Ну что, меньше слов, больше дела. Поехали! Друзья, в чем сложность обрезки рамблера? В том, что из-за гибких побегов вы не можете рассмотреть весь побег целиком. Я отсоединила розу Раубриттер от опор, которым она крепилась в течение сезона. И она, так видите, сразу погрустнела, опала вся. Ну, это и хорошо. Что я делаю дальше, о чем я хотела вам рассказать? Очень сильно упростить нам задачу, если мы будем действовать с вами по технологии счастливого садовода. Берем два-три стебля розы рамблера и растягиваем их следующим образом. Вот сейчас перед вами стебель розы рамблера. Приблизительно все стебли рамблеров выглядят вот таким вот образом. Центральный стебель, я его тяну так для того, чтобы вы увидели, что он очень длинный. А от него отходят побеги второго порядка. Если побеги второго порядка оставить вот в таком виде, как они у меня здесь есть, за лето наросли, вот такие вот огромные. Вот это центральный побег, а это побеги второго порядка. Роза будет очень сильно загущена, и вам будет ее очень сложно подвязать. Для того, чтобы упростить себе задачу, мы вытягиваем один стебель и привязываем его к какой-нибудь опоре. Натягиваем побег, подвязываем его к опоре, а дальше просто побеги второго порядка укорачиваем до буквально сантиметров 20-25. Чем хороший этот способ, когда мы подвязываем стебель розы к опоре? Тем, что просматривается весь стебель в ирамблер, это не кламбер, который стоит солдатиком, и вы можете подойти и его просто подстричь и все. А здесь нужен обзор, а обзора нету. И вот этот вот способ нам помогает упростить себе жизнь, сделав обзор обрезки хороший. Ну вот, смотрите, что у меня... А, вот еще один. Как бы я по-другому заметила. Итак, роза Рау Бриттен, один стебель, обрезан. Что я сделала? Побег первого порядка. Я оставила побеги второго порядка, где-то длиной сантиметров 20-25, можно 30. Смотрите, как вам позволяют работать с розой побеги второго порядка. Итак, обратите внимание, первый стебель обрезан. И вот по этой же методике работаем с каждым стеблем. Вытягиваем стебель, подвязываем его к опоре, потом отвязываем, а на его место подвязываем новый стебель. И вообще никаких сложностей с обрезкой рамблера. Пока я не стала стебли подвязывать, стебли не просматривались, обрезка была некачественная. И с рамблерами я договориться не могла. Это была одна из причин, почему их у меня в саду мало. А сейчас, мне кажется, легче всего мне обрезать рамблеры и обрезать почвопокровные розы, потому что почвопокровные розы обрезаются по этой же технологии. У них схожие стебли мягкие, у них схожая структура куста. Просто рамблеры растут вверх и формируются вверх, а почвопокровные розы стелятся по земле и формируются как ниспадающие розы. Так, отвязываю этот стебель, подвязываю другой. Друзья, я подвязала еще один стебель, видите, прочно подвязан. И сейчас так же просто, быстро и оптимально оставлю побеги второго порядка, где-то длиной 15-20, максимум 30 сантиметров. Все. Больше от нас ничего не требуется. Друзья, обратите внимание, насколько хорошо просматривается наша обрезка. Первый стебель, второй стебель мы обрезали. Вот у меня осталось два побега растущих у основания куста, которые я тоже обрезаю на 20, ну максимум 30 сантиметров. 15-20-30 сантиметров. Все зависит от того, насколько крепкие эти побеги. Понятно, что тонюсенькие вот такие вот, вот такие побежки тонюсенькие вот эти, нет смысла обрезать на 30 сантиметров, они на 15 сантиметров более чем. А вот такие крепкие побеги можно оставить и на 30 сантиметров. Непринципиально важно измерять это линейкой. И по такому принципу обрезаем весь куст. Друзья, вот это перед вами вот этот вот лохматый побег. Вот такой вот лохматый. Это тот побег, который мы будем с вами сейчас обрезать. В отличие от кламберов, как его обрезать? Он тут же падает. Его надо натянуть вот так вот. И только потом, подвязав его хорошо, обрезать. У нас расчищен центр куста рамблера. Все побеги хорошего качества, я имею в виду сухих и больных нету. Но есть вот такой вот побег. Он очень тонкий. И я понимаю, что он уже выживал как мог. Если бы это была весна, я бы его обрезала, друзья. Но поскольку я не знаю, как перезимует роза. А мы все с вами прекрасно знаем, что рамблеры цветут на побегах прошлого года. И если неплохо перезимует роза, не зацветет вообще. Наша с вами задача оставить максимальное количество побегов на зимовку. Поэтому даже вот этот вот такой невзрачный побег я тоже оставляю. И формирую его так же, как я вам рассказывала. В центре куста мы видим вот этот вот тонкий побег. Все остальные побеги хорошо сформированы, хорошо вызрели. И нету больных побегов. В связи с чем я оставлю зимовать абсолютно все побеги. А на следующий год посмотрю, как перезимуют. И может быть, вот этот побег, он растет в центре куста. Вместе вот с этим корявым побегом, который мы только что с вами смотрели, я удалю. Но сейчас ничего делать не буду. Весь куст сформирую по примеру, который я вам только что показала. Осенний день очень короткий. Посмотрите, розу Раубриттер мы обрезали. Из серии было-стало. Я вам показывала в самом начале, как она выглядела и как она выглядит после обрезки. Для Раубриттера очень важно, какая обрезка, а еще важно, как ее подвязать. Надеюсь, весной мы вместе с вами ее и подвяжем. Для того, чтобы цветение было обильным. Оптимальное количество побегов весной, которые необходимо оставить у рамблеров, где-то 10-12 побегов, для того, чтобы роза могла их хорошо выкормить и дала обильное цветение. И переходим к обрезке клаймберов. Клаймберы, в отличие от рамблеров, имеют жесткие, толстые побеги. И если рамблеры, прелесть их в том, что их легко укладывать, но сложно обрезать, то что касается клаймберов, их наоборот, легко обрезать, все хорошо просматривается, но уложить их на зиму, это очень непростая задача. Порой приходится делать 2-3 подхода, 4-5 за месяц, для того, чтобы их наклонить под укрытие. Или у некоторых розоводов не хватает терпения, их просто обрезают под укрытие и ведут потом в течение сезона как шрабы. Это тоже допустимо такое. У клаймберов есть такая вот особенность, для них очень важна обрезка. Сейчас перед вами вы видите цветение этой розы в сезоне 2024 года. И если вы хотите получить у Пьера де Рансара вот такое обильное цветение, красивое цветение, давайте сейчас посмотрим, каким образом необходимо осуществить обрезку, для того, чтобы роза порадовала своим цветением. Друзья, обратите, пожалуйста, внимание, наша с вами задача сейчас оставить максимальное количество побегов текущего сезона, а также не сильно переусердствовать по удалению побегов прошлого или позапрошлого сезона. Объясняю почему. Побеги текущего года весной могут быть поражены инфекционным ожогом. Вот что касается побегов прошлого или позапрошлого сезона, то они достаточно устойчивы к этой напасти. Поэтому, друзья, наша задача максимально сохранить побеги текущего года, а также про запас оставить побеги прошлого и позапрошлого сезона. Давайте приступим к обрезке. Обратите, пожалуйста, внимание, перед вами сейчас слабые побеги, тонкие побеги, побеги, которым уже года три, а то и четыре. Как мы можем с вами отличить побег текущего года от побегов предыдущих сезонов? Посмотрите, вот это побег текущего года. Красивый такой, румяный, салатового цвета. А вот это побег позапрошлого сезона. Видите, он стал уже более такого оливкового цвета. Так вот, самое обильное цветение нам дадут побеги текущего года. Но, повторюсь, они могут быть поражены весной инфекционным ожогом. Поэтому побеги текущего года оставляем полностью все здоровые побеги. И присматриваем для себя несколько побегов более ранних сезонов, чтобы подстраховаться, если весной что-то пойдет не так. Итак, пошли обрезать. Обрезаем слабые побеги, они нам точно не нужны. Вот зачем вот это надо? Убираем. Друзья, посмотрите. Пошел базальный побег расти в октябре месяце. Видите? Бытует мнение среди розоводов, что вот эти побеги, которые начинают расти в середине осени, их в обязательном порядке нужно удалять, потому что они плохо зимуют. Ну да, плохо зимуют. Ну да, вообще могут не перезимовать. Но никакого вреда вашей розе они не причиняют. Я все вот эти молоденькие побеги, невызревшие, оставляю. Вот, пожалуйста, вот тоже невызревший побег. Вот этот. Я его тоже удалять не буду. Конечно, весь он не перезимует. Верхушка наверняка подмерзнет немножко. Отсохнет весной. Но мне останется хоть две, хоть три, хоть пять почек. Вы посмотрите, какой он жирненький, какой он красивенький. И зачем его полностью удалять? Не понимаю, откуда пошла вот эта традиция по удалению невызревших побегов. Во-первых, еще время есть. Я вам показываю обрезку плетистой розы в середине октября лишь потому, что меня смотрят люди, живущие в пятой климатической зоне, и в четвертой климатической зоне. И погодные условия у нас у всех разные, поэтому мне надо показать пораньше. Но это такой, знаете, выставочный экземпляр обрезки. Я сейчас розы не обрезаю, я это делаю для видео. Так вот, до середины ноября вот этот вот побег молоденький еще продолжит расти. Потом под укрытие я его спрячу, ему там будет тепленько, он еще продолжит созревать. И вот серьезно, несколько почек сохранятся до весны и зацветут весной. А что мне надо? Обильное цветение. Поэтому я не удаляю вот такие невызревшие побеги никогда. Удаляю тонкие, больные, слабые и побеги, которые загущают куст. Вот этот я удаляю. Как вы думаете, почему? Тонкий, слабый. Вы видите, и в этом году он не цвел, дал пустые побеги. Не нужен мне вот этот побег. Я его удаляю. Что вот здесь у нас? Этому побегу, наверное, года три. Цвел не столь обильно. Дал огромное количество пустых побегов. Но, друзья, я же не знаю, как у меня перезимуют все побеги текущего года. Поэтому я удаляю его вот так. Вот этот я удаляю. У меня еще весной чесались руки его срезать и выбросить. Но я оставила до осени. Думала, ну мало ли, от него пойдут какие крепкие, красивые побеги. И я тогда просто побег переведу на молодой и надежный. От него пошло обышторости. Его целиком удаляю. О, кстати, можно пустить на черенкование. Хорошие черенки на нем. Удаляем все сухие. Друзья, теперь смотрите. Видите, побег. Жирненький, зелененький. Побег текущего года. Пошел расти внутрь куста. Поэтому давайте переведем его, вот видите, на почку, которая растет во внешней части куста, чтобы следующий стебель пошел расти вот сюда. Он вроде как внутрь куста клонится, но новый стебель пойдет расти на внешнюю часть куста. Итак, обратите внимание, побег текущего года. Побег текущего года. Вот это побег, вот этот, побег прошлого года. Видите, уже видно по стеблю, что растет он давно. О, ну красивый, хорошо вызревший, прекрасно цветший в этом году этот побег. Его мы тоже оставляем. Следующий побег текущего года. А вот этот побег, друзья, ему, наверное, года три уже. Видите, какой он корявый? Его я удаляю. Потому что куст был загущен. А сейчас, друзья, давайте мы с вами осмотримся. Итак, обратите, пожалуйста, внимание, у меня осталось семь побегов. Из них четыре текущего года и три побега прошлого сезона. Вот именно столько побегов у меня останется на зиму. Друзья, что мы делаем дальше? Удаляем ненужные, слабые, неразвитые побеги. Удаляем сухие побеги. Вот они, сухие. Вот этот побег тоже никакой пользы нам не даст. Удаляем его. Ну что, друзья, обратите внимание, что у нас осталось. У нас остались здоровые, хорошо вызревшие побеги текущего и прошлого года. Кроме того, остались побеги невызревшие, которым я даю шанс для того, чтобы, ну, хоть пару почек, чтобы созрело. А бывает и такое, что они под спонбондом до весны, если зима мягкая, вызревают чуть ли не полностью. Вот. Итак, дальше, друзья, обрезать или не обрезать лист? Друзья, лист я не обрезаю, я вам уже об этом говорила. Но вы обратите внимание, что на моих розах лист здоровый. Если на ваших розах лист поражен черной пятнистостью, или там, не дай бог, мучнистой росой, или ложной мучнистой росой, мы в обязательном порядке этот лист убираем. Сейчас наша с вами задача наклонить розу для зимовки. Каким образом я наклоняю розу? Мы можем ее взять и склонить в одну сторону все стебли. Но тогда и рост побегов второго порядка будет только с одной стороны. Для того, чтобы куст был более гармоничным, наша с вами задача условно поделить куст розы на две части. И левую часть куста, я имею в виду побеги с левой части куста, наклонить в правую сторону, а побеги с правой части куста наклонить в левую сторону. Сейчас я так сделаю и вам покажу, что получилось. Друзья, обратите внимание, каким образом выглядит куст розы, наклоненный в разные стороны. Для чего я это делаю? Левую часть куста в правую сторону наклоняю под укрытие, а правую часть куста в левую сторону наклоняю под укрытие. Я думаю, обращал каждый из вас внимание на то, что у нас весна приходит очень стремительно. То есть вот была зима-зима-зима, еще розы открывать рано. А потом раз и чуть ли не лето. И под укрытием тут же просыпаются побеги второго порядка. Это очень важный момент, потому что из пазух листьев начнут формироваться побеги второго порядка. И когда мы вот этот стебель поднимем уже к подвязыванию плетистой розы, получится, что у нас уже пошли побеги второго порядка, и куст будет сформирован гармонично, так же и с этой стороны. Что мы делаем потом? Нижнюю часть куста я расчистила. Для чего я, друзья, это делаю? Для того, чтобы перед укрытием розы осыпать нижнюю часть куста либо золой, либо древесным углем. Друзья, это нужно для того, чтобы помочь розе справиться с инфекционными заболеваниями, которые под укрытием, как правило, все идут с почвы. А сейчас, друзья, давайте с вами поговорим об обрезке клаймингов. Это, конечно, группа роз такая не очень распространенная. Розы этой группы – это мутация от чайно-гибридных роз. И, честно говоря, очень многие чайно-гибридные розы ведут себя в осенний период как клайминги. К примеру, роза Чандас Бьюти выглядит как клайминг. Высоту уже 3 метра, наверное, она достигла. И при желании, если хорошо вот она перезимует, из нее можно легко сформировать клайминг. Мы сегодня с вами уже поговорили об обрезке рамблеров, мы поговорили с вами об обрезке клаймберов. Но, что касается клаймингов, им эти виды обрезки не подходят, потому что для клаймингов очень важно сделать обрезку ярусной. Что такое ярусная обрезка? Как работать с ярусной обрезкой? Какие важные этапы при ярусной обрезке я вам сейчас покажу. Поскольку в моем саду нет ни одного клайминга, честно говоря, я как-то не прикипела душой к этой группе роз, я вам покажу ярусную обрезку на примере розы лавелокота, которая у меня себя ведет не как шраб, а как плетистая роза. Ну что ж, от этого еще и проще, потому что таким образом я вам продемонстрирую обрезку клаймингов. Характер роста ее куста такой. Она выдает высокие побеги, и на конце побега такая как метелка из цветов. Это смотрится красиво только в том случае, если роза красиво и правильно обрезана. Действуем следующим образом. Прежде всего нам необходимо срезать соцветия, перецветшие, до первого пятилистника. Сейчас объясню зачем и как оно выглядит. Вот обратите внимание, пожалуйста, сюда. Роза цвела, вот ее побег. Вот соцветия. Нам необходимо срезать соцветия до первого пятилистника. Итак, я опускаюсь. Три листник, ниже опускаюсь, ниже опускаюсь, и вот у нас пятилистник. Обрезаем верхушку для того, чтобы понимать, какая высота соцветия у розы. Это наш измеритель. Побеги на первом плане. Я обрезаю 2-3 побега на высоту 90 сантиметров. То есть уровень с первым рядом. Лучше один раз показать, чем 10 раз объяснить. Итак, поехали. Вот я 2 побега уже срезала на высоту 90 сантиметров от земли. И еще срежу один побег в первом ряду от меня. Условно в первом ряду от меня. Это можно зачеренковать. Третий побег. Первый ярус на высоте 90 сантиметров от земли. Я обрезала первый слой, если можно так сказать, побегов от меня. Вот вы видите, что получилось. Это где-то оказалось, я срезала 3, наверное, побега. Обратите внимание, я не лезу внутрь куста. Я не пытаюсь вырезать побеги прошлогодние. Нет, я ничего сейчас не делаю. Я не знаю, как перезимует у меня. Поэтому только оставляю ту высоту, которая мне понадобится весной. Более того, эту же обрезку вы сможете провести не осенью, а весной. Потому что когда мы укорачиваем побеги, их потом сложно наклонять к земле. Друзья, если у вас с этим уже есть проблемы, лучше тогда сохранить полностью все побеги. Урос вот такого типа роста. И уже обрезать ее весной. А теперь берем наш измеритель. Вот он. Видите? Это то, что мы обрезали в самом начале, для того, чтобы видеть, какая у нас высота соцветия розы лавеллокота. Приставляем ей этот наш измеритель к обрезанному участку. И мы понимаем, где будет заканчиваться следующий ярус. Понимаете, о чем я говорю? То есть таким образом я измеряю ярус следующий. Наш ярус должен быть где-то вот здесь. О, обратите внимание, какой красивый лист. Октябрь месяц. Зеленый, сочный, без всяких болезней. Стебли аж скрипят так хорошо, вызрели. Видите? Аж сердце радуется. Какая красота. И сейчас, внимание, у нас прослеживается первый ярус, второй ярус. Если приложу мой измеритель, я пойму, где будет третий ярус вот на этой высоте. И если я захочу, будет даже четвертый ярус. Этот принцип обрезки, который я вам только что показала, он называется ярусная обрезка. Первый ярус, второй ярус, и сейчас сделаем третий ярус. Третий ярус. Прикладываем наш измеритель. Будет вот на этой высоте. Опа. Третий ярус. Первый ярус. Второй ярус. И я остановлюсь. В моей розе будет только три яруса. Если вам не нужна роза настолько высокая, то тогда формировать ярусы начинаете снизу не на 90 сантиметрах, как я начала формировать, а где-то на 50 сантиметрах. И она у вас где-то будет метра полтора, ну максимум два. Моя задача сегодня была такая, объяснить вам, что такое ярусная обрезка. Я на зиму листу розы не удаляю. Кроме того, вы обратили внимание, наверное, что я никоим образом не попыталась даже уменьшить количество побегов. Прошлого, позапрошлого года. Весной подкорректирую все то, что внутри куста. Мне не понравится. А пока вот этой ярусной обрезки мне будет достаточно для того, чтобы розы укрыть. Благодаря тому, что роза уходит в зиму здоровая, велика вероятность того, что она очень хорошо перезимует. Друзья, сегодня мы с вами поговорили об обрезке рамблеров, клаймберов и клаймингов. Я надеюсь, разговор был для вас нужным, полезным, актуальным и очень содержательным. Постаралась не перегрузить видео ненужной информацией. Постаралась наглядно вам показать, в чем отличие обрезки рамблеров, клаймберов и клаймингов. Рассказала вам сегодня, как нужно наклонять клаймбер для того, чтобы цветение было обильным. Потому что вот они грешат очень многие. И цветут там или на концах побегов, к примеру, да, или на новых побегах. И цветов не очень много, но цветы крупные, красивые, ароматные. Друзья, сегодня я вам объяснила, что нужно сделать для того, чтобы у клаймингов это все было еще лучше, чем у вас было до сих пор. Я вам желаю прекрасной зимовки. А на сегодня у меня все, друзья. До свидания.